всем привет надеюсь из вас большинство знает что применение тиков и таймеров излишнее так скажем приводит к торможению вообще проекта то чем больше тиков допустим в тех же самых был принтах на вращение вот таких лопастей допустим каких-то иных предметов это все начинает стагнировать ваш проект и для этого необходимо как-то изощряться в данном случае я сегодня вам покажу материал помощью которого вы можете вращать некоторые модели без с помощью вообще блупринта то есть вот у меня есть эктор в котором стоит основной дрон это основание и 4 лопасти его отдельно стоящие иван граф у меня пустой здесь ничего нет тик вообще поюта не задействовать begin play даже не задействован тоже единственное что я разделил на два материала был изначально один но так как я не создавал этот дрон я не знаю где у него расположены эти лопастя в чем проблема вот если посмотреть на карты diffuse да то есть основную карту цвета вот да здесь можем мы определить что вот эта часть является его лопастью вот эта часть является его лопастью вот эта часть и вот эта часть но это что мы можем разглядеть по сути можно было все это в одном материале сделать но я сделал два то есть я отделил сами лопасти во первых лопасти можно было тоже оставить в одной модели но нет я их сделал отдельно для этого хотя можно было всего состряпать как говорится так как и было давайте откроем материал наших вертушек в данном случае здесь просто подается карта цвета поставим то есть весь наш материал наш текстура здесь просто металлик раф нас стоит хотя там есть именно сами текстуры металлика раф нас можем их тоже подать вот здесь у нас раф нас здесь у нас металл давайте бросим это у нас раф нас это у нас металл это мы можем удалить и теперь чтобы нам создать вращение необходимых элементов в данном случае это вертушки вот эти нам необходимо создать вот некоторые ноды пусть это у нас будет основная нода которая будет вращать это rotate about так rotate 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 about world axis это как раз таки необходимая нам нода с помощью которой мы будем делать вращение вращение у нас подается на world position offset и подается та часть та ось которой мы будем вращать в данном случае у нас стоят по оси z то есть мы будем сейчас по оси z подавать ну и здесь некоторые части можем сместить pivot point можем сместить позицию в мире но нам данном случае нужно только нужно только вращение во-первых что нам необходим это время с помощью которого мы будем вращать так и пишем time здесь выбрав эту ноду мы можем выбрать период вращения пусть это будет в районе 1 секунды представим и если мы просто подадим здесь у нас вращение особо не покажется но давайте перейдем на сам дрон и видите да у нас в вертушке начали вращаться чтобы подавать скорость нам всего лишь необходимо через мультиплай то есть сделать умножение на какое-то значение данном случае единица умножая единица скорость та же самая если мы допустим умножим на 5 скорость у нас гораздо больше будет сохраняем переходим мир и наши вертушки уже начинают вращаться как необходимо то есть все не создавая ник никаких нот в блупринте мы сделали так что наши вертушки вращается также это можно делать на таких элементах как лифт какие-то шестерни или еще что то если необходимое можете делать колеса такое таким же видом если у вас модель не разделенная вы можете создать вообще выбор деталей по маске как это делается но в данном случае я вам покажу ну и давайте сначала посмотрим то есть вы можете создать какую-то переменную да то есть нажимаем буковку с щелкаем то есть параметр и мы создаем параметр некий на виде speed скорость и естественно нашим был прийти мы можем уже вызывать вот этот параметр и его менять то есть если вы создаете какой-то blueprint допустим какие-то действия изменения при нажатии на клавишу w представим да вы хотите чтобы ваш дрон поднимался и и вы из его материала пусть это будет у нас отсюда возьмем так зачем я сет get material далее мы вытаскиваем наш параметр в данном случае это у нас был параметр out так и то есть мы при нажатии клавиши w поднимаем дрон и при этом мы изменяем нашу скорость делаем допустим speed на необходимо допустим 50 либо как-то с какими-то изменениями да то есть необходимыми вы подаете изменяя скорость это вот как варианты ну как же мы можем сделать из одного материала но представим что у нас здесь материал и как самого дрона и так и с самого самой вертушки для этого мы во первых делаем мультиплай и умножаем мы на данном случае текстур до текстуры сэппл необходимое значение ну давайте если я даже сохранил у нас в чем урав нас взял у нас вообще все он будет вот так вот бегать так создать маску мы можем как открываем статический мэш нашего объекта открываем you we you we channel 0 и мы видим расположение наших нашего элемента на карте и изображения то есть если мы откроем допустим в том же самом photoshop и давайте я вот так вот уменьшу чтобы было видно создаем какой-то слой определенный мы видим что наша находится здесь 2 здесь и просто берем выделяем наш кисточку создаем белый слой и рисуем там где нам необходимо я не знаю как человек расположил здесь все вот представим что это вот эта часть вот эта часть где-то вот здесь какая-то часть скорее всего вот эта часть у нас тоже является вертушкой возможно вот эта часть тоже является вертушкой обратной стороной здесь она может не отображаться потому что ювишка может разделенной быть кто ее знает но представим что вот так где-то юви разделенная да и вот здесь вот тоже у нас элементы являются частью вертушки то есть мы их вот так выделяем просто закрашиваем белым цветом и создаем новый слой и уже на нем делаем черным то есть чтобы у нас появились белые части где необходимо далее давайте сохраним это все все это у нас будет сохранить копию делаем пмг пишем mask сохраним и далее мы уже наш проект давайте закинем эту маску выделяем эту маску и в нашем материале оставим сюда то есть делаем применение сохранения и да у нас уже начинает вращаться но из-за того что маска некорректно где-то я подправил то они не все вращаются во первых но если вы делаете модель сами и вы знаете где у вас расположение данных элементов ну или в данном случае у вас виднее на самой текстуре вам будет гораздо проще здесь я не вижу и не могу сказать откуда эта часть потому что сам дрон у нас как вы видите тоже черный и его части могут просто соприкасаться в этом же месте с нашими вертушками и они могли просто оверлапить так скажем эту часть и как видите мы вот здесь тоже часть какую-то задели и вот она тянет я но это скорее всего ты вот в этом месте то есть если мы все это подкорректируем так я не то корректируем нам нужно стирать белые ну то есть вот так вот примерно создается но в данном случае у вас будет более правильные если вы знаете где это все располагается ну и давайте здесь римпорт сделаем и вот уже какая-то маленькая часть элемента вращается вот это скорее всего сделано с помощью зеркалирования и возможно я ее не смогу зацепить все зависит уже от модели а на этом все до скорой встречи всем пока это все вот и вот 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 вот